Ну что, друзья, американская история, продолжение и, наверное, уже окончание этой истории, надеюсь. Кто не знает, о чем речь, я вам оставлю ссылочки, если не забуду, внизу на первую историю и вторую историю. Итак, я остановилась на том, что мы вышли в Амстердаме на вокзале и не знали, дойти пешком или поехать на такси. Вопрос был не в том, что было дорого и платить, а в том, что в Амстердаме такси не всегда так удобно едет, иногда быстрее дойти пешком, чем брать машину. Не к тому, что это была какая-то экономика, кто-то там мне написал, подумал, вот, не из-за этого. И я говорю, ну возьми уже, ну точнее, я говорю, ну так на чем уже, или пешком пойдем, или поедем? Ну в таком контексте, в клоунском. И он мне говорит, заткнись! Короче, заорал на меня, и я на самом деле так, оу, окей, что это было. Вот, но мы договорились с ним перед этим, что поскольку мы оба такие достаточно взрывоопасные человеки, то если что-то такое будет, то мы будем вначале успокаиваться, а потом уже обсуждать проблему, то есть чтобы не пошло дальше, не какой-то ссоры и так далее. Поэтому я смолчала, честно, я поняла, что для меня очень тяжело, когда мне говорят, заткнись, ну, шарапа это было, да, как, заткнись, наверное, переводится, просто смолчать и выждать. Для меня я поняла, что даже это уже очень тяжело. Вот, что я не тот человек терпела, который все это будет терпеть. Я честно вышла, я с ним какое-то время особо вообще не разговаривала, отвечала только, да, нет, окей. Мы пошли в итоге пешком в отель. Подождем, по-моему, может, и на такси, нет, на такси не поехали, но не суть важна. Короче, он выбрал сам отель, это были, как бы, лакшери, но апартаменты, то есть это не отель-отель, а больше такие апартаменты. То есть там есть ресепшен, но при этом все довольно-таки, ну, не знаю, попроще, конечно, что в пятизелочном отеле, понимаете, поэтому никаких консьержев нету, надо самим звонить дверь, чтобы тебя открыли, и потом там много лестниц надо подняться, и такая комнатка, ну, попроще, конечно, хотя вроде как тоже не дешевый был отель, это выбирал уже он. Я еще помимо того, что мне сказали заткнись, подумала, зачем выбирать такой номер, как бы за такие деньги можно идти, чтобы приличный, ну, ладно. Ничего не стала говорить. В итоге я выбрала уже на этот раз отель, о, не отель, а ресторан. В W отеле, в который мы раньше с мужем все время ходили, и там, собственно, и жили. Ресторан был, ресторан был мистер Портер, и мы туда пошли. В этом ресторане все было классно, наконец-то ему понравилась еда. В ресторане мне, кстати, тоже, но я и так знала, что там будет все вкусно. Я там встретила Мартина Гаррикса, в третий раз я вам рассказывала, поэтому я сидела вся полное благоговение, и думаю, почему я обедлен с мужиком каким-то, и не могу с ним пообщаться уже. Я этого третьего раза ждала уже несколько лет, когда же он наступит, потому что я думала, ну, поняла, что он, наверное, будет. Бог любит троица точно. Вот. А в общем, вот уже другая история. Еда была вкусная, кстати. Почему-то он заказал один салат, который мне очень нравится. Я думала, что он не понял, но сейчас уже так в задней мысли, думаю, может, он просто экономил, я не знаю. В общем, мы взяли один салатик на двоих почему-то, вместо того, чтобы взять каждому по салатику этому очень вкусному. Ну, ладно. Но потом все-таки я взяла лобстер, поэтому я была не настолько злая. Много коктейлей выпили, там очень дорогие коктейли. Ну, как, евро, может, 15-16, не знаю, за коктейль. В общем, все было классно, здорово. И уже во время нашего ужина я ему сказала, что... Ты вообще-то мне сегодня сказал, заткнись, как бы. Я говорю, мне не надо никаких заткнись, чтобы мне кто-то говорил. Кто-то такой еще, чтобы мне договорить. Я, говорю, пыталась сдержаться, но говорю, мне это тяжело, я не себе раздерживаться, и, короче, мне это не нравится. Но он мне говорит, что молодец, что ты сдержалась, извини, там, ля-ля-ля, как всегда, и, ну, ничего такого. Потом мы пошли уже в отель. И вот здесь опять было начало второго нашего конца, так сказать. Я даже не знаю, как все началось, конечно, алкоголь тоже не добавил. Позитива, видимо, к этой всей истории. Он и начал говорить, что у меня очень низкие стандарты. Я говорю, типа, что я хожу на свидание со всеми подряд. Понимаете, у нас была такая история, когда вначале он приехал, я вам в первый день, по-моему, или второй, или по второй, наверное, показывала карту. Мне начали на Snapchat написывать парни. Я вот Snapchat уже свой никому не даю, потому что туда пишут вот эти долбанутые мальчики, которые фоткаются с рожками, там, да, с ушками, с носиками. И потом девочкам отправляют себя с торсами и отправляют, короче. Я даже не знаю, кто эти люди, которые мне туда пишут. Я с ними уже давно не общалась. Я, скорее всего, с ними никогда не виделась. Ну, те, кто мне писал. И еще, когда я его ждала, ко мне в магазине какой-то француз подкатил. И чтобы просто, ну, долго, как бы, ну, не объяснять, ничего не разговаривать, он мне дал свою визитку, я взяла и до свидания. Как бы, естественно, никакому французу я писать не собиралась. Я вообще первым мужикам писать не пишу. Вот особо. И он увидел, что мне приходится общение на Snapchat, и следующее у меня выпадает из кармана визитка, и там мужская визитка просто. Ну, вообще, ну, как специально. Но это еще было до этого. В общем, он мне говорит, у тебя низкие стандарты, ты ходишь со всеми на свидания. Я говорю, ну, во-первых, я не настолько много свиданий хожу, как тебе может показаться. Естественно, что мне там много кто пишет, я много могу с кем общаться. Я, на самом деле, не скажу, что я очень много с кем общаюсь. Потому что если кто-то один, ну, постоянный человек появляется, с которым мы общаемся, и кто мне интересен, мне, в принципе, отпадает желание общаться с другими. Хотя я могу кого-то держать на всякий случай. Но не так, чтобы, знаете, там было тонны людей, с кем я общаюсь. Вот, мне тупо даже это было бы делать лень. Долгое время, тем более. Ну, и почему мы начали обсуждать мои стандарты, я вообще не понимаю, зачем мне говорят про мои стандарты, откуда вообще он знает мои стандарты, в принципе. И, короче, начал опять меня как-то унижать в каких-то вот этих вот фразах. И я как-то так сказала, насколько я помню, я говорю, ну, в чем твои стандарты выражаются? Я говорю, например, я из семьи ученых, да, может быть, мы там не настолько богатые, но у нас приветствуется там образование, ля-ля-ля. Ты вот, говорю, из низов, там. Ну, как бы я не говорила в контексте, мы ученые, а ты из низов. Вот, но он это почему-то услышал из низов, хотя я это повторила за ним, потому что он говорил, я из низов, я сам себе сделал. И я повторила как бы его выражение, не в том контексте, что ты гэ, а просто, ну, что у нас разные, может быть, там семьи, разное происхождение, начало, но у нас разные стандарты. Объясни, что для тебя значит высокий стандарт или низкий? В чем? Материально, в духовном, в образовательном, в чем? В красоте. То есть вопрос хотел, хотелось быть такой, хотел я задать такой вопрос, хотела. Но в итоге он услышал, что он из низов, и все, его тут вообще порвало-взорвало. И, в общем, опять начал, что, ой, ты у нас, типа, звезда, а я из низов. Что-то пошло там, короче, колбасить, и, в общем, по-всякому опять начал меня унижать. Ну, не то, что сильно унижать там, да, оскорблять прям капец как, ну, вот такими противными, какими-то мелкими дебильными вещами. Вот, и, в общем, ничего у нас не получится. Я говорю, да, конечно, ничего не получится. Я уже тоже поняла, говорю, завтра с утра уеду, и все. Вот, в итоге, ну, мы больше не общались особо, пришли в отель, а с утра он спал, мне кажется, причем он имитировал сон, ну, до двух часов, потому что я уже всю какую только можно красоту навела, уже пофоткалась, волосы завила, с подружками и пообщалась, уже договорилась, что встретиться. В общем, кстати, мы должны были там еще с Лерой встретиться, но так не встретились парами, в общем, не получилось у нас, не буду про это рассказывать, ничего такого сильно интересного, хотя тоже были детали, но да ладно. Мы никак не могли пройти консенсусу, какой ресторан выбрать, в итоге так и вообще не встретились парами. В общем, вот, и я с утра уже слышу, когда ухожу в ванную, что он ворочается, когда я вхожу, он делает, что он спит. Видимо, он хотел, чтобы я тихонечко ушла, чтобы не прощаться, не давать деньги, знаете, ничего. Но я дожила все-таки, когда он проснется, я говорю, слушай, ну, как бы я человек культурный, ты приехал ко мне, поэтому я, в принципе, могу с тобой до вечера остаться, если что, если хочешь. Вот. И он говорит, ну, как хочешь. Потом он, типа, подумал, и говорит, ну, лучше, наверное, ты езжай домой, я свои дела поделаю. Я говорю, ну, окей, хорошо. Вот. Ну, я говорю, я же приличный человек, я не могла тебе такой вариант не предложить. Я говорю, у меня с подругой встретится, но она будет минут через 50, так что мне будут подождать еще немножко в номере, и он мне что-то начал говорить про то, что мне это нежелательно, конечно, было бы, ну, я говорю, ну, и до свидоса, приютос. Ну, я на самом деле люблю гулять по Амстердаму, я взяла, у нас там на ресепшене было бесплатный кофе, всякие снеки бесплатные, вот. Как бы обычно, мне кажется, этим пятизвездочные отели не грешат, но в данном случае это был плюс, я набрала себе каких-то мюсли, что-то там сделать, чаечек, кофеечек, пошла в хорошей достаточно погодке в Амстердаме гулять и ждать подружку. Я проходила мимо дорогого ресторана, естественно, я психанула и решила, что мне надо туда пойти. Это стандартная Элиночка. Пошла в ресторан дорогой, взяла себе хорошее вино, я была в платьишке, в таком нарядненьком, ну, как бы черное, классическое, но с голого с пеной. Пофоткалась там с вином, меня барменчик пофоткал, потом когда пришла моя подруга с мамой, мы там суши покушали, я ля-ля-ля-ля-ля, в общем, все это я, естественно, выложила, грех не выложить, но тем более его побесить, вообще всякие посты написала, ну и, а, ну и, конечно же, когда я только что ушла, он мне написал, как всегда, стандартное, что не хотел тебя обидеть, просто у нас ничего не получилось, желаю тебе добра, больше не пиши мне, и я удалю все, что с тобой связано, я, спасибо за все, я говорю, да, спасибо, до свидания и вам того же, и вас туда же, как говорится, потом к вечеру, что-то я слегка, видимо, пару бокалов и нам что-то себе выпила, вот, и, ну, просто как-то про все думала, и я что-то ему еще написала, я говорю, знаешь, дорогой, вообще-то как бы так не делается, говорю, ты, в принципе, мы должны были встретиться в Париже, ты меня опять припер в Амстердам, у меня были билеты, у меня все было, да, как бы оплачено, все уже организовано, ты меня сюда припер, не дал мне опять ни копейки денег, как бы, ну, я говорю, я тебе сказала, что у меня наличных как бы нету, поэтому он знал, что, ну, я ему сказала, что у меня есть типа деньги на карте, ля-ля, но, в общем, он знал, что у меня как бы с наличкой трудности, да, вот, поэтому нормальный мужик, да, даже если у меня были деньги, хоть какие-то там наличные, он все равно мог как нормальный мужчина просто тупо дать денег, я считаю, тем более у меня будет рождение, да, чтобы мы не забывали, чтобы вы не забывали, и я не забывала, вот, он мне вообще ничего не дал, и, в общем, он мне написал в итоге, А, я говорю, ну что, я не поняла вообще, из-за чего ты обиделся вообще, из-за чего ты начал это все гнать, зачем ты вообще приперся в очередной раз, и из-за того уже примерно, плюс-минус, мы опять разругались из-за какой-то фигни. Вот, и, ну, короче, мог бы денег так-то мне тоже помочь, как бы, я намекнула. Вот, и он мне говорит, что, как же он сказал-то, ну что, проси деньги у тех, с кем ты общаешься, парней. Что ты вообще хотела со мной сегодня до вечера остаться, только чтобы тебе еще что-то от меня обломилось сегодня? И не надо строить у себя жертву, ты же, вон, выставляешь фотографии из ресторана, значит, деньги у тебя есть, лучше бы ты эти деньги на билет потратила до дома. И, в общем, что же он еще тут писал, я даже не помню. Я тебе три раза написала, я же тебя просила, напиши мне. Как будто я прямо ему писала цель, чтобы вернуть или что-то такое там. Просто я хотела, ну, высказаться, знаете, как бы, потому что была недосказанность, мне хотелось это сказать. Вот, и, ну, что-то все в таком духе, короче. Вот, а, ну, ты же из богатой семьи ученых, хотя я такого вообще не говорила, а я же такой бедный из низов, поэтому, что тебе со мной общаться? Что-то, короче, вот такую всякую пургу, вот, и очень-очень много неприятных каких-то таких вещей, дешманских, вот, знаете, недостойных, настоящего достойного, хорошего мужчины написала. И я говорю, ну, я бы никогда твое прошлое не стала унижать, оскорблять тебя там и твое прошлое. Ты, говорю, сам говорил, что ты из низов, я это повторила, я вообще не в том контексте тебе это говорила. И я уважаю то, что ты сделала себя там как бизнесмен и никогда бы не стала над этим издеваться, смеяться и так далее. И я говорю, ну, ты сделала большую ошибку, говорю, и мне тоже вообще не пиши больше. И что же я бы там еще писала там, даже я уже не помню. Ну, короче, я дала понять, что я не имела ничего такого плохого, мне надо думать, что это я плохая, короче, я хорошая. Вот, и как бы на этом больше мне ничего не ответила. А, у меня еще написано «блокт», и заблокировал меня в инстаграме. Ну, в общем, не знаю, это какой-то был детский сад. И, в общем, на том, я надеюсь, наша история закончилась. Я уехала по своим делам, он, наверное, уехал по своим. И такая была история. Мне кажется, у меня сейчас кончается батарейка, если она кончится. Так что, может быть, на вашу бар обращаться, пишите свои комментарии. Но все уже так поняли, что он дурачок, это уже понятно. Вот, такая была история. У меня есть еще одна история про нашего мальчика. Кому интересно, пишите в комментах. Может быть, засниму на нее тоже отдельное видео. Вот, ну и, да, до следующего видео. Всем только хороших мужиков. Пока.